Добрый вечер! В эфире Автограф дня. Все самые яркие новости понедельника 9 апреля расскажу вам я, Анна Рязанова. И вначале коротко о главных темах выпуска. В Архангельске появится Дом Армении. Когда это случится и кто стал инициатором проекта? О том, как правильно расходовать деньги, дети будут знать не понаслышке. Неделя финансовой грамотности открылась в Архангельске. Время совершать добрые дела. В столице Поморья состоялась благотворительная акция «Супергеройские истории» с участием особенных детей. Как в стационаре, так и на дому. Родители детей в возрасте до 7 лет смогут получать бессрочный больничный лист на весь срок лечения ребенка. Заказы ему поступают даже из крупных авиакомпаний. Как из вандала Артем Хазанов стал одним из самых популярных уличных художников региона. В Архангельской области начали взрывать лед. Первые работы проведены на реке Пиннига возле деревни Печки в Холмогорском районе. Здесь река делает крутой поворот, поэтому в половодье часто возникают заторы. Взрывные работы на участке в 350 метров проведены успешно. Конечно, дал свои результаты. Мы спланировали взрыв таким образом, чтобы ледяное поле, которое будет надвигаться в берег, не упиралось и прошло мимо населенного пункта. Продолжатся взрывные работы уже на Северной Двине в ближайшее время. А в третьей декаде апреля в помощь спасателям выйдут ледоколы. Начало ледохода на реках области ожидается 3 мая. Что касается пешеходных переправ, то они в Архангельске простоят еще как минимум две недели. Об этом сообщили в городской администрации. Толщина льда от 50 до 90 сантиметров. Поэтому если погода не преподнесет сюрпризов, дороги жизни не закроют. Напомним, что на прошлой неделе в Котласе перестала работать одна автомобильная переправа. В остальных районах пока только снижена их грузоподъемность. Игорь Орлов вошел в состав Совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Указ о создании новой структуры подписал президент России Владимир Путин. Совет должен обеспечить проведение и финансирование работ по строительству, реконструкции и капремонту инфраструктуры Соловков, а также сохранение и реставрацию объектов культурного наследия. Никто никоим образом не смещает центры активности, духовно-историческую, религиозную, социальную, туристическую. Речь идет о сохранении и развитии Соловков как выдающегося места и центра для всей страны, да и для всего мира. Это наследие ЮНЕСКО. Также Игорь Орлов на заседании коллегии счетной палаты предложил создать единую генеральную подрядную организацию для работы на архипелаге. Учиться, играя под таким девизом в Архангельске открылась сегодня Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. Как правильно распоряжаться деньгами и не попасться на уловки мошенников, будут рассказывать даже самым маленьким школьникам. На открытии побывал Алексей Шемякин. Пин-коды, гномы, экономы, копейки, даже названия команд показывают, что школьники настроены серьезно. Сегодня они играли в финбол, отвечали на вопросы про деньги и футбол. О финансовой грамотности в современном мире дети знают не понаслышке. Экономить их и бережно, ну не бросать везде, надо их в копилку класть. Покупать то, что надо, не то, что там, например, не надо. Вопросы про футбол не вызвали у юных финансистов затруднений. А вот то, что на острове Фиджи вместо кошельков жители использовали рты, ребята не угадали. Но факт запомнили. Во время игры дети не просто развлекаются, а лучше усваивают информацию. Финансовая грамотность у взрослых не на самом высоком уровне, поэтому чем раньше мы начнем прививать финансовую грамотность детям, тем лучше. Лучше всего с детства и в учебных заведениях. Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи в Архангельске проводится в четвертый раз. В прошлом году в мероприятиях приняли участие более 40 тысяч школьников и студентов. Поскольку мир финансов очень сложен, очень много подводных камней и столько разнообразных финансовых услуг, поэтому как раз проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности» создан для того, чтобы прививать с детства детям правильные финансовые привычки, знания, навыки и установки. В рамках недели финансовой грамотности можно принять участие в разных мастер-классах или сыграть, к примеру, в игру «Тренинг не в деньгах счастья». С полной программой можно ознакомиться на сайте проекта. Алексей Шемякин, Юлия Аймитина, Светлана Михеевская, Регион 29. Завтрашнего дня родители детей в возрасте до 7 лет смогут получать бессрочный больничный лист на весь срок лечения ребенка как в стационаре, так и на дому. Такую поправку ввел Минздрав России. Напомним, что раньше родители могли сидеть на больничном со своим чадом всего 60 дней подряд. Если ребенок инвалид, то 120. Причем возраст таких детей теперь увеличен до 18 лет. Для родителей, детям которых больше 7 лет, нормы остались прежними. В Архангельске появится торговый дом Армении. Об этом сегодня рассказали в правительстве региона. Сейчас идет подготовка документации. В создании проекта участвует мэр города Джимрук, Республики Армения, Союз Армян России и Корпорация развития Архангельской области. Сегодня стороны заключили официальное соглашение о сотрудничестве и создании НКО. Где будет располагаться торговое представительство Армении в столице Поморья, сейчас решается. Известно, что на прилавках будут фрукты, овощи и, конечно, знаменитые армянские помидоры. Кстати, аналогичный проект по открытию торгового дома столицы Поморья будет организован и в Армении. У нас есть водоросли, у нас есть все, у нас есть дерево, у нас там есть, которые сейчас обработают очень качественные продукты, питание. И вот будем доставить сюда наши питания, где солнце, там много витаминов, отсюда обратно. Это та форма организации взаимодействия между предпринимателями, общественными институтами, правительственными, государственными институтами, муниципальными институтами двух областей, которые не ставят перед собой задачу много заработать. Их задача – организовать взаимодействие. Второе стратегическое соглашение заключено между городами Джимрук и Архангельск. В первую очередь оно направлено на сотрудничество в сфере лечебно-осторовительного туризма. Для нас важен обмен по линии детского оздоровления. Это не совсем я к туризму отношу, это скорее такая социально-культурная история. И вот та лечебная база, которая в Джимруке, она позволяет надеяться, что для наших ребятишек, например, да и для взрослых тоже на самом деле, да, вопрос оздоровления – это очень хорошо решаемый вопрос именно на той территории. Продолжаем выпуск. Время делать добрые дела. Под таким девизом в Архангельске прошла благотворительная акция «Супергеройские истории». И учредитель организации «Время добра» в этом году собрала участников из 20 районов региона. Все они еще раз доказали, между детьми, будь то с особенностями развития или нет, не должно быть никаких границ. Супергерой – это тот, кто спасает мир. Это тот, который ловит злодеев и спасает людей. Папа. А еще это тот, кто способен на добрые дела. Пять лет назад организация «Время добра» впервые собрала в Архангельске детей с ограниченными возможностями обычных малышей и их родителей из 10 районов региона на благотворительном концерте. В общем-то, эта идея, она сама, она лежала на поверхности. Как сделать так, чтобы ребята с инвалидностью, с ограниченными возможностями чувствовали себя такими же обычными детьми, как наши с вами дети. Вот и все. Любой ребенок хочет развиваться и хочет показать то, что он умеет. Любой родитель придет и посмотрит этого ребенка. Сейчас количество участников благотворительной акции увеличилось вдвое. Вместе с концертом проходит и ярмарка. Продают изделия, сделанные руками ребят из коррекционных школ, детских домов и реабилитационных центров Архангельской области. У наших детей очень высокий потенциал. Талантливые наши дети. И то, что сегодня есть у кого-то какие-то различия между детьми, они ничего не значат в этой жизни. Все вместе ребята учатся вырезать маски, рисовать, а главное – понимать и слышать друг друга. Я попробовала забивать гантели, гемели. Попробовала забивать стежки. И как тебе? Понравилось, да. На концерте выступили юные артисты из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Среди них и Денис Синджар. Мальчик не видит с рождения. Взамен – абсолютный слух. Денис сходу может определить, какими нотами поют птицы. Несмотря на дар, к себе, как и любой музыкант, относится строго. Сейчас вот на джазовом конкурсе бывало немножечко. Мазнул там, но я такие сильные ошибки не делал вроде на концертах. Собранные на ярмарке концерте средства пойдут на развитие особенных детей. Уже в мае они отправятся на международный фестиваль «Шаг на встречу» в Санкт-Петербурге со своим спектаклем «Туманная история». Анна Рязанова, Ольга Красулина, Регион 29. Разобраться с ямами на дорогах – такое поручение Министерству транспорта сегодня дал Игорь Орлов на еженедельной планерке. После весны многие магистрали разрушены. Быстро привести их в порядок не получится, но там, где образовались очень глубокие ямы, нужно действовать незамедлительно. Я видел ямы глубиной, наверное, сантиметров 25 с обрывистыми краями и стоящий рядом автобус, потерявший возможность двигаться. Это критично. Поэтому, коллеги главы муниципалитетов, все знаю, все вы мне рассказывали, все понимаю. Но это не означает, что нужно сидеть и ждать, пока все уйдет. Игорь Орлов поручил Минтрансу в течение недели представить план по ремонту всех аварийных участков областных дорог. Сегодня стало известно о смерти заслуженного архитектора России Вадима Киберева. В 1959 году он приехал в Архангельск, где сначала стал главным архитектором Севпромпроекта, потом столицы Поморья, а еще позже всей Архангельской области. Киберев разрабатывал генплан Архангельска, был автором проекта улицы Воскресенской и монумента победы у вечного огня. Вадиму Михайловичу было 89 лет. Прощание с Вадимом Киберевым пройдет в четверг 12 апреля с 11 до 12 часов в конференц-зале 1-й городской больницы Архангельска. Отпевание пройдет в храме всех святых на Кузнечевском кладбище столицы Поморья. Продолжаем выпуск из «Вандала» в одного из самых популярных уличных художников области. Заказы Артему Хазанову поступают даже из одной крупной авиакомпании. О том, как мастеру удалось перейти от простого рисования на школьных партах до росписи стен музеев, расскажет Владлена Романова. Его называют поморским Бэнкси, но сам Артем Хазанов так не считает, хотя он один из самых популярных уличных художников. Артем создает картины великих живописцев на стенах строений, но начиналось все с рисунков на заборах. Начал там на партах что-то писать, потом переросло все это на стены, конечно же. Ну, граффити как бы это вообще по своей сути шрифты, то есть буквы. Но со временем мне уже как бы надоело их рисовать, я уже перешел на что-то более абстрактное. Одна из самых популярных работ Артема – бабушка с вязанием на музее ИЗО. Граффити получилось очень уютным и по-деревенски красивым. Работы на заказ Артем делает уже 10 лет. Он понял, что рисовать можно и для себя, и для других. При этом к своим полотнам автор весьма критичен. Я очень самокритичен и нахожу постоянно какие-то изъяны в своих работах. Обычно люди, которые просто в нем проходят, они могут не заметить, либо вообще работу не заметить, либо минусов каких-то моих. А я постоянно смотрю и думаю, что вот можно было сделать лучше. Сейчас творец занимается росписью дома молодежи. Одна стена уже готова и представляет на первый взгляд большое абстрактное панно. Но если присмотреться, становится ясно – на нем изображены не просто цветные пятна, а люди. Я взял за основу видение через тепловизор, чтобы напрямую показать тепло людей, тепло молодежи. Начинающим художникам Артем советует не бояться делать первые шаги. Ведь и к мастеру граффити успех также пришел на улицы. И если вернуть время, Артем все равно начал бы там же. Ведь именно в искусстве граффити творец видит смысл своей жизни. Владлена Романова, Юлия Митина, Александр Кузнецов, Регион 29. В Шенкурске прошел второй показ экологичной моды. Пластиковые бутылки, мусорные пакеты, мешки и даже контурные карты. В ход шло все, что модельеры нашли у себя дома. Так у одной из участниц появилась идея создать костюмы старых открыток. Ей и достался гран-при конкурса. Очень хотелось не просто поучаствовать, но еще и доказать, что я соответствую занимаемой должности как рукодельница и как человек, который умеет создавать костюмы не только для конкурсов, но и для театров. Помимо подготовки костюма, конкурсантам необходимо было продемонстрировать его на сцене и рассказать о необычном изделии. Всего на фестивале было представлено свыше 30 нарядов. Участницы выступали в индивидуальном и коллективном дефиле. Экологичные модели демонстрировали кутюрье Ишенкурской школы искусств, а также воспитанники местной школы и детсада. Отдельная номинация – семейное дефиле. Все участники получили памятные подарки – эко-модные собачки, ставшие символом этого конкурса. «Чистая спортивная наша» в Архангельске прошел праздник спорта, участники которого поддержали российских спортсменов, кого не допустили до участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Корее. Алексей Карельский почувствовал дух единения. Конькобежец Александр Румянцев с российским флагом. На играх в Корее не было ни того, ни другого. Международный олимпийский комитет поставил шлагбаум. Александр не попал на главный старт четырехлетия. И это на фоне успешных выступлений в текущем сезоне. Не только Кубки мира, но и Чемпионат Европы. Все эти старты были после Нового года. Как раз я был дисквалифицирован до нашего оправдания. И все они доказывали, что я чистый спортсмен. Также я сдавал эти дубингробы, то есть все нормально. Чтобы поддержать нашего земляка и других россиян, отстраненных от игр, в Архангельске организовали спортивный праздник «Чистые спортивные наши». Вместе с конькобежцем на лед дворца спорта вышли юные фигуристки-хоккеисты. Те, кому еще предстоит бороться за себя и за честь своей страны. Я тоже хочу когда-нибудь выступить на Олимпиаде. Но не хочу, чтобы со мной поступили так же, как с румянцем. Свой путь к олимпийскому золоту юные спортсмены, возможно, начнут вот с таких деревянных медалей. Символичную награду получили все ребята, показавшие на празднике свое мастерство. В том числе и юная звездочка фигурного катания Варвара Маскаленко. Как ты думаешь, зачем вам медали вручили? «Чтобы мы стремились к победам. Чтобы всем показать, насколько мы умеем тренироваться и чтобы показать, насколько мы готовы к соревнованиям». «А на сколько же мы готовы?» «На много». Отличную спортивную форму продемонстрировал и главный герой праздника Александр Румянцев. Заодно дал мастер-класс. Приобщение молодежи к спорту – одна из задач праздника, которую решают его организаторы. «У нас через два года следующая Олимпиада уже летняя будет. Мы также ждем, что у нас будут участники на ней представлять Архангельскую область на этих Олимпийских играх. Я думаю, что это только начало таких мероприятий, которые организуются в поддержку Олимпийцев и Паралимпийцев в нашем регионе. Это хороший старт». Завершился праздник спорта раздачи автографов, фотосессий и бесплатным массовым катанием. Алексей Карельский, Светлана Михеевская, Регион 29. Спасатели и синоптики предупреждают северян о штормовой погоде. Уже сегодня ночью и завтра утром во многих районах региона ожидаются сильный мокрый снег и дождь. При этом до 23 метров в секунду усилится северо-западный ветер. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, а рыбакам не рекомендуется выходить на лед. Не забывайте делиться с нами интересными историями и новостями. Контакты на экране. На сегодня это все. Завтра с новостями вас будет знакомить моя коллега Надежда Заборская. А я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова